Сегодня в Азербайджане отмечают праздник Рамазан. Священный месяц начался в стране 25 апреля. Президент Ильхам Алиев поздравил всех азербайджанцев и пожелал каждому крепкого здоровья, счастья, благосостояния и достатка. В нынешнем году месяц Рамазан проходил в сложных условиях коронавируса. Празднование его окончания проходило не в традиционном формате. Подробнее обсудим с уполновоченным представителем управления мусульман Кавказа Хаджи Шахеном Гасанлы. Сейчас он на связи с нами по скайпу. Здравствуйте, поздравляем вас с праздником. Приветствую вас и от всей души поздравляю весь ваш коллектив. Пусть Аллах примет все ваши молитвы. В первую очередь благодарю вас за приглашение. Итак, как сегодня проходила праздничная утренняя молитва? Что касается праздничной молитвы, то в связи с особым режимом в стране все массовые богослужения в мечетях отменены. Поэтому праздничные молитвы совершались в домах индивидуально, и многие молились вместе со своими семьями. У нас в мечети, как и в других, лишь праздничная проповедь проводилась в онлайн-режиме. Конечно, все это непривычно, но необходимо. Мы должны беречь свое здоровье и жизнь. Ценнейшие блага Бога для нас. Многих интересовал вопрос выплаты фитры. Как следовало проводить этот этап священного месяца рамазан? Знаете, фитру нужно выплачивать, начиная с праздничного вечера до полудня. Выплачивают все, у кого есть возможность. Размер фитры обычно определяется рыночными ценами на некоторые крупы, такие как ящемень, зерно, рис и другие. Цель фитры – это помощь людям. Поэтому в наше время желательно выплачивать ее не продуктами, а денежным эквивалентом. Важно учитывать, что в этом году фитра выплачивается во время карантина. Поэтому, если есть возможность, надо помочь людям больше. Поэтому для семей со средним достатком рекомендуется выплачивать закят в размере 10-15 монат на человека. То есть, если кто-то еще до сих пор не выплатил, может в указанном размере выплачивать закят. Менее обеспеченным можно и выплачивать меньше. Более обеспеченным побольше. Очень рекомендуется помогать в первую очередь родственникам и соседям, то есть людям ближайшего окружения. Известно, что после окончания месяца Рамазан желательно соблюдать пост еще 6 дней. Да, приветствуется держать пост в течение 6 дней, но этот пост необязателен. Просто, если человек желает, может после окончания месяца Рамазан, после праздников может поститься 6 дней. И это считается желательным постом. А если по каким-то уважительным причинам верующий прерывал пост? Да, он должен возместить все эти дни. И начиная с завтрашнего дня буквально до следующего Рамазана, он может держать пост. И в завершении ваши пожелания в связи с наступившим праздником Рамазан. Я всех поздравляю. Поздравляю азербайджанский народ с праздником Рамазан. Месяц Рамазан учит нас воздерживаться, отказывать себе, дабы увеличить качество жизни, усилить ее вкус. Пост – это альтернатива современной культуре, которая бьется между материализмом и потребительским культом и эгоизмом. Понимаете, в мире бесконечной информации, продукции, услуг человек перестает быть самим собой. Не может найти счастья. Поэтому надо сказать себе «нет», остановиться. Поэтому пост – это возможность вернуться в себя, стать самим собой. В этот месяц наш народ показал себя с лучшей стороны. Посту сопутствовала помощь нуждающимся. Повсеместно люди развернули благотворительные акции. Во всех молитвах вспоминались наши шахиды, раздавалась помощь от их имени. И это действительно вдохновляло окружающих на добро. Поэтому желаю всем, чтобы идеал месяца Рамазан, его ценности всегда были нашей путеводной звездой. Еще раз поздравляю всех телезрителей, весь азербайджанский народ со священным праздником Рамазан. Спасибо вам, что уделили время и ответили на наши вопросы. Вам спасибо, прошу. Спасибо большое. Напомню о празднике Рамазан, который наступил сегодня. Мы говорили с уполномоченным представителем управления мусульман Кавказа Хаджи Шахидом Гасамлой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова